Спонсор рубрики «Что есть?» торговая марка «Национальный стандарт», отечественный стандарт качества. Мы привыкли, что он должен быть сладким, упруго-желейным и тающим во рту, напоминая о себе клубничным или шоколадным послевкусием. Однако пудинг – понятие гораздо более широкое и даже дизайнерское. К примеру, во дворе дома Читы Холли в городке Йовил, графство Саммерсет, произрастает вот такое дерево, точнее, общность деревьев, которым супруги заботливо придают форму рождественского пудинга. Какая прелесть! Здравствуйте, дорогие друзья! Вот о пудингах, только не деревянных, сегодня и речь. И не обязательно дожидаться Рождества. Само слово «пудинг» восходит к французскому, а до того – латинскому, что в очень вольном переводе означает «маленькая колбаска». И это уже доказывает изначальную пудинговую не сласть, а мясное наполнение определенной формы, более того, формообразующая главенство. Это аппетитное нечто даже в силу наименования обязано быть неким единым целым. И история, в общем, этому не противоречит. По одной из версий, пудингом англичане начали называть густую овсяную кашу, сваренную на мясном бульоне с добавлением хлебных крошек, орехов, меда и чернослива. По другой версии, пудинги были способом мясной консервации. Опять же, с черносливом, со специями и даже с сахаром, да в прохладном месте мясо хранилось прекрасно. Вот только, видимо, кто-то решил, что в этом, ой, в печне есть лишние ингредиенты. Сахар остался, мяса нет. Вот разве что кровяную колбасу до сих пор называют черным пудингом. Да и в противоположности выпекают сладкую сласть. Начиная с 19 века английская пудинговая традиция – это яйца, мука, хлебные крошки, фрукты, жир, сахар, специи, орехи. Пудинг окончательно стал десертом. Хотите приготовить – не возбраняется. Но для этого надобна серьезная мотивация – рождественская, самая правильная. Ингредиенты смешиваются, выстаиваются в холодильнике, потом в водяной бане часов на шесть. Потом недели две выстаивается пудинг в темном месте. Вот такая она классика жанра. Однако то, что касается мировой кухни, здесь все проще и легче. Пудинг – это когда все становится едой, была бы форма и связующие ингредиенты – молоко, сыр, яйца, мука или желатин. Овощные, мясные, рыбные, грибные – пудинги могут быть любыми, какие вы только пожелаете. Правда, мы не всегда понимаем, что приготовили именно пудинг. Но об этом позже. Сейчас время рецепта. Кабачковый пудинг. Натереть кабачок, соединить со взбитыми яйцами, тертым сыром, сливками, солью, перцем, рубленной зеленью и разогретым на сковороде с растительным маслом, репчатым луком, содержимым консервов. Домашняя каша с гречневой крупой и мясом торговой марки «Национальный стандарт». Выложить в форму, запекать в духовке 30 минут. Да, дорогие друзья, красивое слово «пудинг» можно заменить на более привычное «запеканка». Но что с того, дело не в названии, были бы под рукой достойные продукты. «Национальный стандарт» – новая торговая марка консервов. Мясная консервация изготовлена с соблюдением строгих стандартов качества на каждом этапе производства. Тушенка, ветчина, язык каши, паштеты – идеальные продукты для приготовления вкусной еды на даче, на природе, в дальнем путешествии. Консервы «Национальный стандарт» – национальный стандарт качества. Удачного дня, отличного настроения. С вами была Жанна Соловьё. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова